Денис Мельничук Охота начинается Глава первая Алексей – худой и высокий темноволосый парень, 23 лет, с достаточно плотной щетиной на лице. Он в этом году должен будет окончить высшее учебное заведение по юридической специальности. Он туда не хотел поступать, но настояли родители. Алексей решил их послушать. Но сегодня день не учебный, а выходной, поэтому ему не нужно учиться. А если бы и нужно было что учить, то выучил бы на перемене или в троллейбусе, пока ехал на пары. Сильно насчет учебы Алексей не заморачивался. Он шел к своему другу посмотреть вместе футбол. Сегодня проходили игры Лиги чемпионов УЕФА. Лешу интересовала Барселона, а его друга – Ливерпуль. И так вышло, что именно сегодня эти два клуба столкнутся между собой в битве за три очка и первое место в группе. Леша завернул за угол и вышел на улицу, где стояли лишь частные дома. Стало гораздо тише. Машин практически не было слышно. И улица называлась Тихая. Тишина позволила Алексею услышать шаги сзади. Леша обернулся, чтобы посмотреть, кто за ним идет. Никого. Через пятнадцать минут он добрался до дома друга. Одноэтажного, из белого кирпича, но пятикомнатного. Леша постучал в дверь. Дверь открыл невысокий темно-русый парень, ровесник Леши, и, как Леша, голубоглазый. Это был его друг Максим и, по совместительству, одногруппник. «Надо же, даже не опоздал!» – сказал он, указывая жестом руки, что нужно проходить в дом. «Я редко опаздываю», – ответил Леша, заходя на веранду и снимая свою черно-синюю ветровку. «Согласен, только последние триста раз подряд опоздал, а так действительно редко». «Не умничай, лучше скажи, пиво в холодильник поставил». «А что, должен был забыть?» «Нет, наверное», – ответил Леша. Друзья часто собирались только когда начинался турнир по футболу. И тут чемпионат внутреннего первенства был в пролете. Парням смотреть свой родной футбол было скучно. Поэтому для них существовало только три турнира – Лига чемпионов УЕФА, Чемпионат Европы и Кубок мира. Сегодня как раз настало время Лиги чемпионов. Гораздо реже собирались, чтобы вместе посмотреть какой-нибудь фильм. И практически всегда для просмотра у них находилось пиво. По два литра на каждого. Если это футбол, то литра, а это два стандартных пивных бокала, примерно хватало на тайм. А если кино, то иногда немного пива оставалось. Тогда ребята смотрели различные видео в интернете, пока не опустошат бокалы полностью. Леша и Макс уселись на диван. Матч начался. Раздался свисток. Барселона забивает гол. Тайм завершается. Алексей удовлетворен исходом первой половины матча. А Максим не сильно расстроен, так как верит в то, что его любимая команда возьмет свое и в итоге выиграет. Спорим, Барселона проиграет, решил заключить пари Макс. Барселона? Уже выигрывая? Осталось 45 минут. Да и Ливерпуль не такая уж и сильная сейчас команда. На ничью еще поверю. Ну что, спорим? А на что? Поинтересовался Алексей. Максим пошел в другую комнату, порылся в верхней полке шкафа, достал оттуда аптечку, затем стал перебирать в ней, достал какой-то стеклянный флакон и пришел обратно. На то, что проигравший выпивает все содержимое. Но это же слабительное! Возмутился Алексей. Что, зассал? Нет, а вдруг такая доза убьет? И вообще, откуда у тебя это? Максим стал объяснять. У отца запор как-то был, объяснил. Но флакон почти полный. А папе многое не понадобилось, улыбнулся Макс. Ну что, боишься проиграть? Рисковать Алексею не хотелось, но между тем ему и не хотелось показаться трусом. — Ничего я не боюсь, — ответил он. — Если выигрывает Ливерпуль, то ты выпиваешь всю банку, а если не выигрывает, то я ее пью. У тебя хорошие условия для спора. И ничья, и победа Барсы. Мне же гораздо хуже. Для чего тогда споришь, — не понимал Алексей. Нужен адреналин. Хочется еще сильнее переживать за свой любимый клуб. А на деньги неинтересно. Если проиграю, то как-то жалко будет. А здесь всего пару часов в толчке. Леша, перед тем, как прийти к другу, плотно поел. И этот факт его тоже немного заводил в сомнение. — Ну, — продолжал Максим, — спорим? — Ладно, уговорил. Ребята закрепили спор на руках. Начался второй тайм. До шестьдесят девятой минуты счет не менялся. Максим начал немного нервничать. А вот Алексей, напротив, слегка успокоился. Но футболисты Ливерпуля сравняли счет. И теперь Максим стал немного спокойнее, а Леша занервничал. Цифры на табло не менялись. Шла восьмидесятая минута. Восемьдесят пятая. Девяностое. Судья добавил три минуты. Алексей расслабился. Максим встал и подошел поближе к телевизору. Как будто это бы помогло. Но он надеялся до последнего. Прошла первая добавочная минута. По-прежнему ничья. Леша откинулся на спинку дивана, опираясь руками, раскинув их в разные стороны, и сказал. ГОТОВЬСЯ, ВСКРЫВАЙ ПУЗЫРЕК. Максим не находил себе места, но верил в лучший исход. Подожди, еще полторы минуты. Пока ты это сказал, уже минута осталась. Так что... ГОООЛ! Перебил друга Макс. ГОООЛ! 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 — Как? — поник Алексей. — А вот так. Ну что, готовлю пузырь. Должен будешь выпить. — Сейчас? — Ну, конечно, сейчас. А когда же ещё? — Так как мне до дома дойти? — негодовал Лёша. — А если боишься, то пару часиков можешь посидеть у меня и обосрать мой толчок, — предложил Максим. — Ага, конечно. А как же твои родители? Приедут такие, а тут везде срущие я. — Не бойся, не приедут. Они уехали в санаторий. Будут только в понедельник, а сегодня среда, 7 ноября, если я не ошибаюсь. — Думаю, до понедельника ты легко высришься. — Ну, ладно. — Алексей взял пузырёк и выпил всё его содержимое. — А когда эффект подействует? — Этого я не знаю. — То есть? — Алексей замолчал. В окне он заметил взъерошенного, скорее всего рыжего, мужчину, на вид более тридцати лет. Мужчина смотрел прямо на Лёшу. — Ты чего? Макс не понимал, что творится с его другом. — Продолжай. — Лёша указательный палец направил в сторону окна. — Вас gözя восхищена, указательный с eggs хомином. — Чтобы призначить hole из-本ся g Продолжение следует...